Добрый день! Сегодня у нас первый магнитный кубик 9х9 из компании Dionsheng. Коробка здесь такая же как у 8х8, поэтому долго рассматривать не будем. Все то же самое. Возможно где-то здесь есть код товара. Это наверное он. Старый логотип, новый логотип, кубик Galaxy 9M, магнетик 9х9х9. Извлекаем. Ожидает инструкция. Инструкция аналогичная 8х8. Тут даже что-то рассказывать естественно не нужно. Дальше защита. Бокс с кубом. И еще защита. Под всем этим ждет мешочек, тряпочка. И отвертка. А еще подставка. Там есть пазы. Все то же самое, что 8х8. Мешочек большой. Девятка туда должна поместиться. Ну и тряпочка протирать, если запылился. На всякий случай напомню, что коробки 8х8, 9х9 одинакового размера. И там уже появилась десятка. Я думаю размер будет тот же. Так как здесь пространство с запасом. Коробки очень защищенные. Да и помимо всего прочего здесь есть бокс. В боксе также места еще много. Думаю десятка сюда тоже поместится. Стоит в районе 5000. В Китае уже продается. Храню я и восьмерку, и девятку как раз в этом боксе. Здесь всякие пластиковые фиксаторы. Но они немножко другие, не такие как у восьмерки. Но хранить можно. А размер опять же у боксов одинаковый. Для сравнения восьмерка и девятка. 9х9 имеет размер 72,8 мм. Почему такое неровное значение? Да все потому, что 73 мм размер у Meelongа 9х9. Решили сделать чуть меньше. Это действительно самая компактная девятка. Единственная магнитная. Восьмерку я покупал с внутренним черным пластиком. Девятка с внутренним, получается, праймери. Бесцветным. Решил взять разные, чтобы их отличать. Ну и был такой эффект на черном пластике. Черный слегка просвечивал через цветные пластинки. На бесцветном такого эффекта нет. Ну и смотрится немножко по-другому. Масса кубика 268 граммов, что не самый маленький результат среди конкурентов. Но это понятно, здесь есть магниты. Фактура такая же, как у восьмерки. Слегка вот здесь вот вдавленная. Такая выемка есть, чтобы, наверное, удобнее цепляться. Вращение. Ну скажу сразу, что это лучшая девятка из тех, что я крутил. Естественно, она магнитная. Иногда кажется, что она хрупкая, но ни разу ничего у меня с ней не случилось. То есть можно на этапе 3х3 развивать какие-то скорости. Все вроде бы вращается вполне комфортно. Я сделал несколько сборок, и меня все устроило. Думал, действительно, вот эта хрупкость приведет к тому, что будут элементы вылетать. Но нет. Либо я собираю аккуратно, либо все здесь продумано и стабильно. Смазки заводской хватило для того, чтобы сделать эти несколько сборок. Пока еще ни разу не смазывал. Но если и буду, то, скорее всего, жидкой смазкой белый марл. Вот на шахматном узоре видно, как различают цвета. Но они такие же, как на восьмерке. Серия все-таки одна. Отличный куб. 9х9. Все в нем хорошо. Я, конечно, с радостью пособираю его на время, но пока руки не дошли. На днях буду заказывать 10х10. И, надеюсь, он тоже не разочарует. Скорее всего, возьму его тоже в черном пластике, как восьмерку для разнообразия. А так, нечетный куб, он, ну, скорее всего, должен был быть лучше, чем четный. И да, 9х9 из коробки сразу вращалась хорошо. То есть, если восьмерку мне пришлось чуть-чуть расслабить и покрутить, чтобы она пришла к своему идеальному вращению, то 9х9 вращалась хорошо уже сразу. И дальше она вращаться будет только лучше. Отличный кубик 9х9, Дианченг, Галакси, 9М. И здесь, в девятке, как раз вот эта буковка М, наверное, актуальна. То есть, если простые кубики, там, 3х3, 4х4, 5х5, немагнитные уже серьезные модели, выпускать смысла нет, и буковку М эту писать, то восьмерка, девятка, это первые серийные магнитные, поэтому М обоснованно. Весьма рекомендую. Брал также в Китае. В России стоит около 7 тысяч, в Китае сейчас тоже не очень дешево, примерно 4200. Такой кубик, но актуально на момент выхода видео. Может что-то поменяться, восьмерку мне удалось купить совсем недорого, сейчас цены чуть подросли. Если вот так вот задвинуть грани, можно увидеть, что магниты здесь разной силы, и сразу скажу, что подобраны они хорошо. Девятка вращается очень комфортно. Меня вращение вполне устраивает, все здесь отлично. Я, конечно, для сравнения достал другую мою девятку, это еще Шинг Шоу, для своего времени она была очень даже неплохой, но тут все очевидно. Она сильно больше, в ней нет магнитов, она с наклейками, и все такое. То есть время этого кубика ушло, хотя вращать его до сих пор можно. Других девяток я не покупал, хотел в свое время купить Meelong 9, но не стал, ждал Диан Шенга. И ждал не зря, оно того стоит. Да, этот куб сильно дороже не магнитных версий, но цена обоснована. Очень хорошая девятка, всем рекомендую. А на этом все, всем спасибо, всем пока.